четвертый день работы здесь у меня сантехники сделали вывод в канализационную трубу тут изначально когда дом покупали было внизу сделали заглушку другой переходник тут переходник поставили и все это проштробили и в стену тут уже будет на умывальник выход и слив получается сделан для того чтобы можно было гипсокартоном прям ровненько здесь закрыть потому что здесь внизу когда был торчал такой отрывок он мешал закрытию вот теперь такой вот процесс издалека выглядит вот так тут инсталляция здесь будет у нас умывальник и слив все грамотно сделано это здесь уже будет у нас ванна стоять сейчас другие комнаты покажу тут на стене уже собираются каркас будут обшиваться гипсокартоном процесс идет обшивки гипсочем каркас уже собрали звукоизоляция есть ждем с этой стороны электрик придет поставить точки и после этого ребята уже закроют гипсочем с этой стороны никакой электрики нету поэтому сразу закрыли гипсокартон еще раз напомню этот влагостой который потолще идет все это дело стекла пласт вроде называется стекла хвост все будет стекла хвостом проклеиваться и только после этого идет шпаклевки чтобы никаких трещин вот этих процессов того кстати это стекла хвост если кто вдруг не знает обязательно сделайте это если у вас стена будет идти под покраску если у вас например будет обои под покраску то в принципе это уже не нужно а так беру амер лимб продает стекло хвост полученка на 50 метров идет вот тут сейчас можно зачитать даже это декоративный одновременно армирующий материал для изна износа устойчивой отделки стены потолков внутри помещения под окрашивание краской короче хорошая штука по-любому покупайте делайте если собираетесь красить чтобы потом не столкнуться что у вас начинает трескаться чудо вы потом разочарованы так и еще вот это полностью готова подоконника вровень а вровень подоконника вот здесь короче подоконник все установили быстро а с этой стороны будет у нас тоже звукоизоляция стену он закрывать полностью прихожей тоже потолки уже не в прихожая как там лестничный марш вверх тоже полностью все зашито это тоже будет все стеклохолстом закрываться лишь поклеваться и потом краситься тут у нас вывод набра стоит неправильно я не знаю почему сюда вообще воткнули с этой стороны тоже завтра приходит электрика будут смещать здесь также получается я вот здесь сейчас иду видите где находится провод это есть и сюда что-то поставить можно раздолбать поэтому мы будем переносить куда вот здесь отмечен сделали повыше чтобы удобненько было так вот выглядит процесс сейчас покажу что происходит внизу тут тоже каркас собрали здесь мы сделали перегородку тут была открытая зона как прихожая но мы решили ее отгородить и сделать там прачку потому что мы не хотим чтобы у нас в ванной стиральной машины были ванна пусть остается ванная там душевая туалет вот такие вот процессы а здесь когда входим домой перегородочка здесь двери красивые все заказали также звукоизоляцию внутри сделали и тут уже будем стиральную машина сверху будет стоять у нас сушильная машина все марки bosch все друг по другу специальным переходником чтобы они могли стоять также здесь сделали вывод под стирку я заказал этот процесс и здесь еще решили умывальник и сделали слив канализационная здесь будет еще мойка отдельно многие говорили нафиг это надо зачем здесь вон же у тебя ванна а вы представьте здесь что-то делает хозяйка да и вот руки заморались нужно помыть это каждый раз бегать туда но как-то туповато поэтому здесь будет мойка здесь делаем столешницу там процессы глажки и так далее вот электрика здесь сейчас не наверху всякие шкафы для хранения всяких вещей также завтра электрик приходит и вот эти щитки будем топить в стену потому что мне так вот не нравится купил уже эти щитки сейчас вам покажу есть точно такие же они предназначены они утоплены вот этих боковых стенок нету все это проштробит и утопит внутрь не будет торчать и когда заходишь тут уже не будет как бросаться в глаза также вчера еще проведена работа здесь поставили полотенцесушитель вчера я ему купил а сегодня он уже кипяток горячий здесь тоже искали сушитель чтобы он был с полочкой наверху и при этом он греется широкий подключен к воде к отоплению вот таким вот образом все в стенах проштробили все подключили там было два варианта один был электрический другой водяной те кто продавали электрический вот эту сушилку договорили бери электрический он хорош тем что типа независим от отопления но электрический думаю что нафиг не нужен когда есть отопление типа летом как ты будешь летом ребята теплые полы у меня тоже будут работать не на полную катушку конечно здесь сейчас 54 летом может там двоечка троечка не знаю потому что как ни крути когда захочешь в ванну кафель и он всегда холодный чтобы детям не было холодно по любому теплый пол будет работать ну и соответственно пусть работает еще и вот эта система так что нормально инсталляция есть все системы выведены котел работает все работает жарная просто просто жесть какая жара убавили до 54 сейчас еще надо будет убавить отдышать нечем вот такой вот тут тоже потолок уже готов а здесь будем делать шумоизоляцию тут вам конкретно шумоизолировать я закажу специальные материалы и мы продумаем потолок что если даже наверху будет прыгать слон и что-то там орут и не будет это слышно потому что здесь будут гости сидеть тут будем смотреть телевизор тут может быть шумно например да а сверху нас находится наша семейная комната и детская комната и вот этот представьте вечером тут сидим отдыхаем и кто-то пошел спать и вот все здесь как бы слушать не очень будет хорошо поэтому специальная шумоизоляционный потолок будет собираться это я отдельный ролик засниму все в процессе вот такие вот дела здесь тоже скоро подготовим электрику под кухню кухню уже заказали сейчас мы это все дело одобрим и нам дадут точки где что будет находить и чтобы электрик мог все простробить и добавить и дополнительно еще розетки поставить а так здесь когда дом покупали вот эти розетки газ вот эти выходы некоторые были тут выход был я его перенес сюда потому что у нас будет угловая мойка здесь посудомоечная машина и сюда как раз выведена под подключение посудомойки и раковины а также видите здесь идет сюда будете слив с посудомойки получается сбоку а тут идет раковина тройничок и подключение